Добрый день. Ситуация с коронавирусом резко ухудшается прямо на глазах. Количество заболевших в Москве растет со скоростью 50 процентов в неделю. Больничные койки переполняются и город еле успевает водить одну больницу за другой, перепрофилируя их ковидное отделение. Народ, население не хочет вакцинироваться. Ну ни в какую. Невозможно заставить. Почему? Этот вопрос мне часто задают. Знаете, я хочу опять попытаться на него ответить, хотя понимаю, что хорошего ответа нет ни у кого. Российские вакцины, давайте говорить, что их три и эффективности их не очень понятна. Все говорят хорошо про спутник. Спутник это единственная вакцина, про которую была опубликована большая статья с результатами исследований в признанном журнале Lancet. Единственная вакцина, которая подана на регистрацию во Всемирной Организации Здравоохранения, где уже 10 вакцин разрешены к применению в условиях чрезвычайной ситуации. Вакцина спутник не разрешена Всемирной Организации Здравоохранения. России затребованы дополнительные документы, поясняющие документы. Одним словом, что-то не так с российской вакциной, хотя похоже она работает. Работает. Почему тогда Путин прячется? Почему Путин прячется в своем бункере? Почему он не хочет встречаться с людьми? Почему он заставляет по две недели всех высиживать в изоляции, прежде чем подойти к его телу? Ну, значит, что-то с российской вакциной не так. А тут еще мэр Собянин, который, в общем, на самом деле до недавнего времени проявлял себя как достаточно адекватный менеджер, который более или менее управлял городом. Статистики, которому можно было доверять, ну, знаете, просто я не могу найти другого слова, просто заврался. Ну, ничего подобного нет. В июле прошлого года, ровно год практически назад, 11 месяцев назад, мэр Собянин с гордостью заявляет, что Москва прошла пик коронавируса. И уже на основании опыта, и разговора со многими специалистами, врачами, я вижу, что все-таки мы пики прошли, и никакой второй волны в ближайшее время не ожидается. Никакой второй волны не будет. И она была осенью. А сейчас, сейчас пришла третья волна. Зачем он это говорил? В июле прошлого года он говорил про то, что уже значительная часть москвичей обрела коллективный иммунитет и называл цифру 22% в июле месяце. Осенью он назвал цифру 60%. Все-таки в Москве, считаю, выработался коллективный иммунитет у населения, который позволяет с уверенностью дальше выходить из ограничений. Более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Это большая популяционная прослойка. Откуда это взялось? Коллективный иммунитет – это сумма людей, которые переболели коронавирусом или сделали себе две прививки. Тогда у них появляются антисела, у них появляется защита. Отдельный вопрос, как долго она работает, об этом чуть попозже поговорим. Но вот осенью 60% имела коллективный иммунитет, по мнению Собянина, в Москве. Послушайте. Да хрен ее знает. Если в Москве переболело 50% населения, то вообще говоря, это означает, что на всю остальную Россию ничего не остается. То есть все переболевшие ковидом, они сосредоточены в Москве, ни в одном другом регионе не было ни одного заболевшего. В России по состоянию на сегодня коронавирусом переболело 3,6% населения. И никаких 10%, никаких 20%. Это официальная статистика. Я понимаю, вы мне скажете, что она врет, она недостоверна. Это все просто враки какие-то. Российская статистика может врать. Я постоянно говорю о том, что российские власти врут, как сивые мерины. Вот такое стадо сивых меринов, которые, мне кажется, вообще уже разучились говорить правду. Но давайте предположим, что российские данные по заболеваемости ковидом недостоверны. Давайте посмотрим, что происходит в других странах. Ведь статистика собирается не только в России. Максимальный уровень переболевших ковидом достигнут в Андорре. Андорра маленькое государство с населением чуть больше 77 тысяч человек. Уровень заболеваемости, уровень числа, доли населения, переболевших ковидом, 17,8% населения. Если мы посмотрим страны с населением, не знаю, я взял отметку 30 миллионов человек, то на первом месте идут Соединенные Штаты Америки. 10%. И дальше идет все вниз. Вы видите на графике, что Россия занимает, ну хорошо, 3,6%. Ну хорошо, давайте увеличим в два раза. Давайте увеличим в три раза. В три раза, кстати, это уже будет больше, чем в Америке. Но вы помните, какие разговоры шли, какие эпидемия вышивала в Нью-Йорке, в России. В России ничего похожего не было. Доля тяжелых заболеваний, например, на одной этаже по всему миру. Поэтому я готов поверить, что российские цифры недостоверны. По числу заболевших, ну хорошо, ну в два раза. Ну хорошо будет не 3,6%, а 7,7% населения. Но очевидно, что до коллективного иммунитета, даже в Москве, с числом вакцинированных там 10%, 12% населения, ну точно совершенно дойти невозможно. Но Мир Собянин на этом не успокаивается. Он, не знаю, он вносит новую волну в теорию медицины. У нас популяционный иммунитет, так называемый, когда люди имеют какую-то защиту от вируса, был на уровне уже 60%. И 60% этих процентов должны были прекратить всякую эпидемию. Или, по крайней мере, точно ее замедлить. Теперь уже можно по-другому рассчитать популяционный иммунитет. И он уже будет не 60%, а 25%. У россиян коллективный иммунитет неожиданно упал. Что количество антител падает. И что если месяц назад, 14 мая, он давал это интервью, коллективный иммунитет в Москве составлял там число переболевших плюс вакцинированных было 60%, то сейчас это уже 25%. Да, действительно. Год назад была статья в журнале Nature, которая говорила, что у людей, переболевших ковидом, через месяц примерно резко снижается до числа антител. И давали прогноз, что если ситуация так и дальше будет продолжаться, то через год уже весь иммунитет исчезнет. Но прошел год, проведены новые исследования. Месяц назад в Ланцете, в том же самом главном медицинском журнале мира, по состоянию сегодня, опубликовано огромное исследование, сделанное в Великобритании, где 42 тысячи человек, переболевших ковидом, были проанализированы. И выяснилось, что на самом деле, да, конечно, в первый месяц количество антител снижается, но потом оно фиксируется на каком-то плато. И вероятность повторных заболеваний критически мала. То есть, об этом даже говорить нельзя. Более того, в этом исследовании по Великобритании сказано, что вакцины Pfizer и Moderna, которые анализировались, они дают, и AstraZeneca, дают достаточную защиту от повторных заболеваний. То есть, если вы привились, то вам вообще, говоря, нечего бояться. Вы можете заболеть. Да, конечно, ни одна вакцина на сегодня не защищает полностью от заболеваний. Не дает вам стопроцентную гарантию, как говорилось там Бендер, да, от заболевания ковидом. Уровень защиты от заболеваний составляет, там, 90%. Но в 90% случаев у заболевших ковидом, те, которые перенесли, те, которые была сделана вакцина, это заболевание проходит в легкой форме, в относительно легкой форме, не требующей госпитализации. Главная заслуга вакцины состоит в том, что после этого, да, вы можете переболеть, но вы не ляжете в больницу, и болезнь у вас пройдет. Вы, как правило, достаточно легко. Россия дает брифинг Татьяна Голикова, которая вообще говорит, что во всем виновата население. Первой причиной, безусловно, является несоблюдение ограничительных мер нашими гражданами, особенно в период, когда еще в стране не сформировался так называемый коллективный иммунитет. Это все просто браки какие-то. Все-таки в Москве, считаю, выработался коллективный иммунитет у населения, который позволяет с уверенностью дальше выходить из ограничений. Самое главное, что население ведет себя неплохо. Страна замечательная, правительство отличное, работает как часы. А население не хочет выполнять те указания, которые им дает правительство. Послушайте, а вы сами можете выполнять указания правительства, которые вам постоянно врет? Вот смотрите. Хорошо. Сколько в России количества вакцинированных людей? 10 мая президент Путин с гордостью заявляет, в стране вакцинировано 21 миллион человек. Ну, хорошо. Поверили. Через два дня, 12 мая, премьер Мишустин выступает в Думе и говорит, в стране вакцинировано 24 миллиона человек. Ну, хорошо. 3 миллиона за два дня, полтора миллиона в день. Вообще говоря, это темп вакцинации, который в США достигали, раскручивали достаточно долго. Много песков, как всегда, мутит воду и выступает с комментарием. Ну, вы понимаете, штаб оперативный, результаты дают с запозданием. Ну, там, сюда. Короче говоря, не будем притираться. Там, знаете, 21 миллион, 24 миллиона. Проходит месяц. Выступает 18 июня на советом брифинга Татьяна Голикова. И говорит, в России вакцинировано 19,7 миллиона человек. Это через месяц. То есть, получается, что вакцинация идет в обратную сторону. Ну, послушайте. Как можно доверять такому правительству, которое даже по примитивному показателю, по самому простому показателю, сколько количества вакцинированного населения, не может сказать правду. Дальше возникает вопрос. Бывают случаи заболеваний после вакцинации? Да, бывают. По всей мировой статистике, во всем мире, да, бывают такие случаи. Повторюсь, вакцина не защищает. Но, как правило, болезнь проходит легко. Поэтому, когда мэр Собянин говорит, что, вот, вы знаете, уровень вакцинации упал, количество антител резко сократилось, и все это потому, что нужно делать ревакцинацию. Говоря про ревакцинацию, Татьяна Голикова говорит фразу, которую я вообще, честно говоря, не понял. Ревакцинацию граждан, которые уже вакцинировались какими-либо вакцинами, проводить не ранее, чем через 12 месяцев. И важно, и большое внимание на то, о чем я сейчас скажу. А в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации. То есть, эпидемиологического подъема, в котором мы сейчас находимся, через 6 месяцев. Итак, ревакцинацию нужно делать не ранее, чем через 12 месяцев. Но в тяжелой ситуации через 6. Извините. Так через 6 или через 12? И вот это правительство хочет, чтобы мы ему верили. И это правительство говорит о том, что нужно вакцинироваться. Прячась в бункере. Прячась от общения с людьми. И я уже не говорю про то, про ту скандальную совершенно историю, что одна из вакцин, которая рекомендована применению в России, эпидемиологическая корона, основана на патенте, участником разработки которой является глава распотребнадзора госпожа Попова. Но чтобы вы понимали, за каждую вакцину, вколотую российскому населению, производитель вакцины получает, давайте скажем, международную цену 10 долларов. Соответственно, из этих 10 долларов, процентов 7, средняя ставка, идет разработчиком патента. Итак, вот этот госпожа, который разглавляет Роспотребнадзор, и который говорит, что вакцина абсолютно защищает всех, получает копейку, причем такую немаленькую копейку, за каждую вакцину, вколотую людям. При этом нет никаких доказательств, что эта вакцина работает. Госпожа Попова, наверное, станет миллионершей после этого. Но вы хотите, чтобы население верило. Население не может верить тем, кто врет. Население не может верить тем, кто зарабатывает на чужом несчастье. Госпожа Попова именно такая. Принудительная вакцинация, я понимаю, что это решение не самое хорошее. Наверное, его противоречит базовым правам человека. Наверное, можно попытаться заставить вакцинироваться врачей, учителей. Как бы заставлять вакцинироваться, которые работают на государство. Как можно заставлять вакцинироваться работников частных предприятий. Но опять черный рынок справок, как справки о состоянии здоровья для ГАИ. Не знаю. Мне кажется, что Россия пошла явно не в ту сторону. Вместо того, чтобы объяснять населению. Вместо того, чтобы рассказывать населению, как это работает. И этим должны заниматься профессиональные врачи. Этим не должен заниматься мэр Собянин. Это не должен заниматься вице-премьер Голикова. Уж точно этим не должна заниматься госпожа Попова, которая просто зарабатывает бабки на чужом несчастье. Этим не должен заниматься президент Путин. Этим должны заниматься профессиональные медики, к которым есть доверие. Но этим медиком, конечно, не может быть доктор Мясников. И, к сожалению, этим медиком не может быть Денис Проценко. И руководители известной антиковидной больницы в Москве, в Коммунарке. Почему, спросите вы меня? Я не знаю. Я не знаком с господином Проценко. Возможно, даже он очень хороший доктор. Возможно, он даже очень хороший главврач больницы. Возможно, даже у него лечебный процесс организован. Там замечательно. Но для того, чтобы говорить о влиянии коронавируса, о борьбе с коронавирусом, нужно обладать чуть более другими знаниями. Нужно все-таки быть не столько практиком, сколько понимать, как устроена современная наука. Как интерпретировать результаты исследований. Уметь рассказать людям, даже простому населению, о том, что говорит современная наука. А самое главное, что, на мой взгляд, господин Проценко сильно подорвал свою репутацию, когда он согласился идти в списки, идти на Россию, на выбор в Государственную Думу. Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник. Вы, господин Проценко, возможно, хороший главврач больницы. Но вы будете отвратительным депутатом. Потому что вы будете голосовать за то, что вам скажут из Кремля. Вы потеряли совесть, вы продали свою совесть. И вы хотите, чтобы вам после этого верили. Второй сегодняшний сюжет неожиданно всплыл из Университетов Америки, когда информационные агентства разнесли новость о том, что США готовят новые санкции против России. Это стало известно после того, как помощник президента США по национальной безопасности, господин Салливан, дал интервью каналу CNN, в котором сказал, да, мы готовим эти санкции. В этом нет никакого секрета. Санкции, о которых говорил господин Салливан, связаны с отравлением Алексея Навального, с применением боевого химического оружия, которое применяло российское правительство по отношению гражданину своей страны. Это все попадает под действие американского закона о контроле над биологическим и химическим оружием до 1991 года. И в этом законе черно-побелого написано, что применяются первые санкции, которые были введены в отношении России в начале марта. И через 90 дней, то есть в начале июня, президент должен ввести вторую волну санкций, если страна, в отношении которой введены санкции, не исправилась, не вступила в переговоры, не раскрыла данные о химическом оружии, не раскрыла их запасы, не обеспечила контроль за их использованием, сохранением и так далее. В общем, короче говоря, Россия точно совершенно попадает по этому критерию, потому что Россия только отморозилась. Встреча с Байденом, с Путиным, здесь вообще ни при чем. И вот на этот вопрос господин Салливан дает, на самом деле, очень тонкий ответ. Подчеркиваю, санкции будут введены, но американская администрация, администрация Белого дома, очень хорошо понимает, что те санкции, которые прописаны в законе, а президент должен выбрать из того перечня, который там содержится, а это прекращение кредитования России со стороны межгосударственных финансовых институтов, типа ЕБРР, Европейского банка реконструкции и развития Всемирного банка, запрет на предоставление кредитов России, запрет на экспорт вооружений, экспортное ограничение в Россию в целом, понижение уровня дипломатических отношений и запрет на полеты национальных авиакомпаний из одной страны в другой. Вы понимаете, что по первым позициям кредиты Всемирного банка и ЕБРР России не выдаются уже много лет, после захвата Крыма и агрессии в Донбассе. Россия, американское вооружение никогда не импортировало, экспортные ограничения активно применяются. Что еще остается? Кредиты запрещены, дипломатические отношения, фактически Россия сама понизила, Россия отозвала сначала своего посла из Вашингтона, потом выгнала американского посла из Москвы. Ну, то есть Россия уже все это сделала, теперь президенты договорились, что послов нужно вернуть назад. Понизить уровень дипломатических отношений в этой ситуации все-таки действительно неразумно. Можно было не соглашаться с возвратом послов, а наоборот официально отозвать Вашингтону своего посла из Москвы. Остается запрет на кампании Аэрофлот. Ну, и в этом отношении я подчеркнул, обратите внимание на то, что сказал Салливан. Мы сейчас ищем наилучший формат на те санкции, которые должны быть введены с тем, чтобы они работали. Одним словом, спите спокойно. В ближайшие дни санкций не будет, но санкции за отравление Алексея Навального, так же, как и санкции за вмешательство в выборы, так же, как и санкции за массированную информационную атаку с использованием компании SolarWind, с хакерскими атаками, которая позволила российским спецслужбам получить доступ к десяткам, если не сотням государственных агентств и американских компаний. За это будут санкции введены. Когда? Мы не знаем. Но мы это увидим. Спасибо большое вам за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Задавайте свои вопросы. До новых встреч. До свидания. Доступно. Объективно. Кратко. С Сергеем Алексашенко.